Здарова, ребят, с вами Алексей. Мы продолжаем прохождение метро Redux 2033. В общем, в прошлой серии вон загребли его же ребята. По всей видимости, они были не очень ему рады. Калашик он мне оставил. Оставлю-ка я эту пушку. Не знаю, как она называется, не помню уже. Поскольку она пустая, я ее поменяю. Ну что, выходим. Спокуха. Здесь никого нет. Начинаются поиски уже. Так, есть. Нету, все окей. Что мы с вами сделать-то, а? Так, бить ножом. Полег. Спокойно. Сейчас все будет. Без проблем. Надеюсь, что без проблем. Во, мужик. Тихо. Вы меня не видели, вы не знаете, где я нахожусь. По идее. Стохни. Блядь. А их там много оказывается. У меня оптика есть, поэтому все без проблем. Я все вижу, а все попадаю. Патрончики. Ну кто еще? Давайте, вылезайте. Я слышал. Встал с ней, получилось. О, привет. Иди сюда. Влезай. Ай, волки позорные. Бам, бам. Я вижу за спиной в себя. Сдохни. Своими маслинами. Ой, что-то я не очень. Вылез-то. Хотя нет. Резанул чувака в упор. Как будто я в стелси шел. Не знав, что чувака может зарезать прямо в упор. Когда он тебя заметил уже. Ну, думаю, что просто его резанули и все. По идее-то. По ногам, по ногам. Это было зря. Как мне кажется. Ну что, еще кто есть? Понял. Бля, хомуха. Вообще, багрину мне сюда еще. Чего у меня нет. Блин, я трачу эти самые фильтры. Я косой. Чего приступать? Чего ты встал-то? Вы прикиньте, он сдох. Не знаю как, но он сдох. Чувак, я ведь тебя не убивал ничем. Это не был не я. Потому что мои патроны не прибивают к стене. Они самые обычные. Окей. Может он был здесь, сидел здесь. До меня его приколотили еще. Так, патрончики, патрончики. Так же их много. Из-за них. Она вылезала. Ох. Разобранный лежит. Ладно. Идем дальше. Бурбон, где же ты? Без тебя здесь тяжко. Чего прилег-то? Вставай. Кто стражит, ты будет. Так, я с той стороны еще не обошел-то ничего. Я знаю, что скорее всего мне нужно идти как раз-таки туда, но я пока что погуляю здесь. Патрончик, вон собираю чего-нибудь еще. Опа. Че я взял? Так, че у меня есть? Это обычные пушки, а все остальное... Ничего не прикиньте. А гранат там, допустим, как они кидают это вообще? Тоже прилег. Отдохнуть. Я знаю, как едутся ножиками, а... Как едутся гренами? Че это такое? А, батарея получается, скорее всего. Без проблем. Зарядим. Все сделаем. Блин. Так, Секу. Короче, походу в игре нет ничего такого. Нам нужно идти вон туда. О, мясцо. Судя по всему, это собаки, что ли? Я сомневаюсь, что они монстров здесь, этих самых мутантов, режут. Они ведь зараженные. Кушать такую пищу нельзя. Может, они каким-то образом очищают, я не знаю. Вообще, походу в игре нет грен. Дымовые допустим, тем более. Может, они были только в лучной одежде, я не помню. Особо не наблюдал. О! О, заметьте, да? Я что, я сейчас взял? Каким образом они кидаются? Кто мне подскажет? Я знаю, что ножом бить вот так. Кидаться ножом еще на С. На С. Готовят что-то. Там ничего нет, по идее. Пустая сковородка. Хорошо, они здесь устроились. Актичка. Актичку мы помним. Бурбон, ты там, нет? Не пришли еще. Ну, походу, я спалился. Влезай, вылезай. Ты тоже спалился. Башка твоя торчала только что. Калашик-то вещь. Блин, грины долбаные. Так, вкидайтесь-то вообще, а. Так. Кнопка. Какая кнопка-то вообще? Вот нету их, прикиньте. Вот нету просто-напросто. Я же меняю. Ищу кнопки. Там кнопок в опции их нету. Тоже нифига не видно. Давай-давай, вылезай. Он не дохнет, заметьте. Сюда. Тохнет. Твари. Бурбона отдайте. Своя очередь. Так, пестоль. Во-во-во-во-во. То самое. А, нет. Эту пушку я знаю. Не возьму я ее. У меня калашик. Хотя у меня дробашка как бы не очень. Я бы его заменил, но. Чего-то желания нет. Так. Еще кто желает получить. Влезаете. Я наверху увидел. Бегали они там. Либо они уже спустились и получили, либо они все еще там. Прячутся. Вот, заметьте, видите, взрывчатка. Не знаю, каким образом она кидается. Кнопки я искал. Гейта вообще противогазит как бы. Т, то есть Е. Это у нас менять фильтры. А все остальное я... Фиг его знает. Так, ну, буква Н. Смотрим на время. Я, в принципе, там... Сколько там? 12 часов получается, да? Больше я не знаю, короче. Ладно. Все. Походу мы всех скидали уже. Что у вас здесь? Здесь тоже ничего. Поезда ездит. Или не ездит. Может, просто стоят. А как вы в них вообще заходите-то, а? Это кто такой? Может, он... А, бегал раньше такой, да. Хищник типа. Как он там называется? Я не знаю. Растяжка, твою мать! Фу! Ой, повезло. Ой, повезло. Только заметил вообще. Не знаю, как я заметил, когда прошелся по ней. Познавато все это. Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или пашку снесу. Это одноглазый или... Оглянись лучше. Дверь он закрывает. Артем! Бурбан, вали его! Вали его! Ну что ты? Как? Мялся, стоял еще. О, там все уже. Моментально просто. А ты кто такой? Можешь опустить свое оружие, юноша. Типа опустил. Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Часто для меня. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут. А я предпочел бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь в Тургеневской. Здесь, на Сухаревской. Глазновато для моих старых костей. А я там был раньше, нет? Это, видимо, они, его товарищи, да? Стучаться. Я подозреваю. Я вроде всех там перебил. Видимо, еще живые были. Наверху особенно, ведь там не было еще. Почитаем заметку. Наверное, такие люди, как Бурбон, родятся с петлей на шее. Всю жизнь ходят на краю. Рискуют всем ежедневно. И им кажется, что они всегда сумеют вот так бегать от смерти. Только от нее не убежишь. Если всегда ходить по краю обрыва, рано или поздно сорвешься. А зачем я себе говорю все это? Чтобы убедить себя, что не виноват в смерти Бурбона. Что он все равно бы кончил так же рано или поздно. Потому что сам выбрал для себя эту судьбу. Говорю, чтобы не слышать другого внутри себя. Которая твердит, что я мог его вытащить. Мог как-то поменять его жизнь. Ведь он не был таким плохим человеком. Бурбон. Не мы такие. Мир такой. Как говорят, не мы такие. Жизнь такая, да? Ай, какое право этот хан имеет его судить? А вот не знаю. Я не понимаю, почему я беру заметки с полок всякие разные. И получается так, что это он сам их написал. То есть я, получается, взял заметку и написал как бы вручную, да? То есть не там написано, а я беру их и пишу сам уже, типа. Понял. Ну, Бурбон сам виноват. Он ведь стоял, мялся еще, блин. Тряпка ты. Печальная ситуация. Получается, они оба. Он выстрелил, и тот выстрелил, да? Фиг его знают. Почему-то от Бурбона я не слышал выстрела. Короче, я собрался, уходим, все. Что ж. Мудрое решение. А что я мог сейчас сделать? Обратного пути не было. Появление хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя я чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я невиновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника. Сам виноват. Хан, алло, ты где? Уже ушел, что ли? Где хан? А вот все. Пулки, фу, гадость, блядь. Ненавижу пулков. Один из тех, кто их ненавидит. Здесь никогда никого не бывает. Ни людей, ни чудовищ. Даже крыс нет. Я читал, вначале было написано призраки. Видимо, туннель будет не очень хороший. Какой-нибудь аномальный. Они знают, что мы здесь. А кто они? Подойди поближе к трубам и вслушайся. Только не слушай слишком долго. Ага. Кто-то смеется. Ой, блядь. Ёб твою мать. Некоторые называют это пением туннель. Что за хуя? Я думал, что это все фигня, и прислушиваться я, как бы, реально не буду. Но нет. Фу. Нахер вас. Бля. Хорошо, скажи туннелю, что я твой друг, и я ничего против не имею. Очень опасный туннель. Не сомневаюсь. Хорошо, у тебя трубой, не выключай свет, иначе нам придется остаться тут навеки. Все, хорошо. Я не выключаю свет, я его сейчас даже подзаряжу. На полную. Он так и так потихонечку, это самое, уходит уже. У тебя тоже вижу. Замри и смотри вперед. Что было? Не думаю, что слово кто здесь применимо. Вижу. Чень-чень-чень-то вижу. Какого? Расскажи мне, бурбон, что это за фигня? Не прикасайся к силуэтам. Да я не вижу силуэток, подожди, но они исчезли. Ёб твою мать. Что это такое? Вспоминаю я Начмархаус. Одну из локаций там. Те, кто смотрели, знают. У меня там, ни у меня, не знаю. Паучки. Где ты? Да я больше пауков боюсь, чем его. Фу. Мы идем, нет? Потому что я не вижу никого мальчика и вообще хоть кого-нибудь там, ты сама. Так мы не пройдем, да? Или что? Бурбон, алло, ответь мне. Какого хрена? Мальчика я вижу. Он стоит и все. Больше ничего. Заметка. Новая заметка. Так, окей. Я привык к опасностям. Привык, что человеческая жизнь может оборваться в злобой миг. А я видел своими глазами монстров, которые не должны были существовать никогда. Ходил по руинам, городам, населенным одними дверницами. Но все это было реально. Постижимо. А то, что происходит вокруг хана, находится за гранью моего понимания. Мне неуютно с ним, страшно. С ним мне начинает заказаться все, что я знаю о мире, о людях, о смерти, о самом себе. Все глупость, все ложь. Мне не на что больше опереться. Не на кого положиться. Кроме самого хана. А еще одного случайного попутчика. Или не случайного? Фиг его знают, но... Мальчик или не мальчик? Паучки. Дохнет. Сдох. Алло, хан, ты завис что ли? Где путь? Куда идти? Какого хрена это вообще? Походу хан завис. Скрипт не сработал. Блядь. Хан! Пипец, короче, ребята. Вы поняли суть. Игра зависла. Окей. Мама? Без понятия. Где твоя мама? Печальная ситуация, на самом деле. Ситуация печальная. Что делать дальше? Кто мне скажет? Офигеть, короче. Все. Прибыли. Мальчик не сдохнет. Пауков не убивать, скорее всего, не нужно. А паутина, она как бы... Че с ней не так? Скрипт не пашет. Все. Привет. Как дела? Че скажешь? Ой, пипец. Это довольно странно, потому что... Подсказок не было. Я просто взял сжигалку и сжег паутину. Логично. Умно. Хрен его знает. Ох, хан-хан. В сторону, Артем. Поезд едет. Ого. Причем поезда нету. Офигеть, конечно. Да. Туннель-туннель. Дальше. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становятся частью прошлого. счастью туннеля все эти силуэты неведомая херня я иду только какие-то эти самые паучки может не знаю туннельчик заканчивайся уже ты мне не нравишься чё за хрень тут же нет мост он же сам говорил хан ты мне на праву лечо смотри вперед я вижу солдаты по всей видимости жестокая битва и защитники все еще удерживают оборону ступай за мной но не отходи не на шаг давай иди вперед за тобой что-то учитываешь стуну вызываешь зачитал ладно ушли вышли они они исчезли что лично что ты умеешь продавать с ними когда они погибали я был единственного вашего раба он заканчивается до с нашим миром страшно и повторимая мы уничтожили не только материальная его часть но и тонкую невидимую вы испарили даже после смерти человек остается в этих трубах печально все это кого-то я слышу ты живы или это опять же все туннель и его эти самые плюшки невидимая херня сейчас погоди дьявол в чем дело тут нет монстров ты сам говорил а я понял мы уже не в туннеле блин никакая херня двигаться не будешь мир где это мы так как ладно ты покажи что такое ты меня не пугай там что ли и ты и откроешь не надо что такое чуть за херня великой ты чё это видимо радиация в этом месте наиболее большая чем в остальных местах ладно открываю я конечно же блять ух ты ех твою мать вдохни а сука сдохну но без проблем такое застрял прикиньте или нет так это место не было открытым по идее то радиация я знающая что-то я взял не знаю чё можно идти дальше вроде все перебили другими оружиями не пользуюсь один калаш только идем блин грыбаная паутина у нас сквозь прошел я блин а я так же фу бляха муха пауки ненавижу их медленно сосредоточься и снова он да мы просто его обошли и только ну чё ты чувствуешь она приближается да что это редкий талант так пользуйся и я ничего не чувствую замри какого хрена аномалия это типа световая тихо что ты делаешь я стою на месте ху я просто хотел лучше ее видеть маленько отошел короче это как я понял световая молния типа шариковая как она называется не помню шаровая молния точно мы называем это аномалией нового мира новой болезни шаровая молния реально я читал что если она есть то лучше не двигать лучше да лучше не двигаться и она просто пойдет мимо на всех монстров да она идет на движение да но на самом деле она не злее ну скажем огня все зависит от твоего взгляда всегда старайся лучше разобраться в ситуации прежде чем делать выводы теперь поймем тут небезопасно я могу ее убить там прицел был красный ну лучше это скорее всего не стоило делать потому что она бы меня убила может я бы ее не знаю но думаю что нет капец тут конечно так аномалия улетела пока все спокойно огнившие тела у стычки че это еще было дьявол а аномалия че а и пана выходили понабежали готовлюсь готов уйди морозина этого я не ждал не 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 хан тебе там норм да да там будет он как нибудь то выживет да что ты блять будешь делать капец конечно прощайте или нет аааа запоребали как же вас много то а че на меня то все хан алло спасай все пришли походу все толпой сразу ооо как же вас много то было а офигеть просто вы это видите да охренеть ооо не понял чё за ботва шаровая молния что ли точно фу так бы сразу в общем все можно идти так оно и происходит живой пример мертвый пример свет куда он ведет то к выходу надеюсь или мы пойдем другим путем чуешь туда но мне интересно а это просто что ли как понял ну судя по звуку место было такое как бы тоже или являющийся важным для концовки может там не знаю прыгали на резину тоннель впереди должен быть спокоен мы доберемся быстро наконец-то давай выезжаем отсюда да поскорее ну чё давай готов отправляемся в путь в тюрьме в тюрьме в тюрьме в тюрьме надумаешь ли ты что люди полисы смогут помочь тебе или тебе просто больше не во что верить ну пусть пусть бежит да или чё так и так убежит и будем на тюрьме которую в народе называют проклятой она почти заброшена все кто мог бежали оттуда спасаясь безжалостных чудовищ понятно а зачем вообще нужно стомирающим хан привел меня на тургеневскую проклятую станцию ее жители были обречены но боролись за выживание до последнего а зачем направляемся не понимаю прибыли блин пойдем конечно пойдем в следующей серии пока что я закончу спасибо что были со мной с вами был Алексей всего хорошего до встречи субтитры субтитры и субтитры субтитры